Какие породы вы используете линии, какие породы с линией восплачиваются? Мы работаем с трехпородным гибридом. У нас разные фирмы, разная генетика. Одна генетика у нас есть свое производство мясоперерабатывающее. Одна генетика для переработки, для мясного производства, для приготовления колбас, полуфабрикатов. Другая генетика для магазинов. Генетики отличаются по жирности, по качеству мяса. Линии отцовские, которые дают на мясо, это у нас PIC, хряг 337 и дюрок. Дюрок это мясо более жирное, вкусное, а PIC это более для промышленной переработки. От генетики зависит. На сегодняшний день генетика у нас канадская. По крайней мере, канадцы прислали нам письмо на той неделе, что цены они в этом году не повышают. И мы в следующем месяце завозим генетику хряков. Но селекционные центры есть у нас уже и в России. Именно по этим генетикам они есть в России, поэтому я думаю, проблем с генетикой не будет. Проблемы сейчас на самом деле с поставками. Эти генетики все, скажу чуть, может быть, глубже, эти генетики все современные, зависят от качественного помещения, оборудования, микроклимата и, соответственно, от питания. Эти генетики на питании простом, как в советские времена, да еще и в российские времена, когда мы потребляли корма 5 килограмм на килограмм приветствия, расти не могут. Точнее, не будут расти, но прибыли они приносить не будут. У нас есть опыт, мы провели не так давно, по поручению Николая Константиновичу, мы поставили несколько тысяч, полторы тысячи голов на кормление без добавок зарубежных. Без аминокислот, без ферментов, только сбалансировали по микро-макроэлементам, по витаминам. Ну вот, эта генетика до сих пор растет, и уже 30 дней прошло с того времени, когда мы ее должны были сдавать. Но, чтобы вы это поняли, это на каждую голову убыток минимум 3000 рублей, недополученная прибыль. Поэтому мы сейчас зависим очень сильно от производства аминокислот, ферментов и витаминов, которые аминокислоты производятся не в полном объеме в нашей стране. Два завода у нас стоят неоткрытых, дай Бог, правительство сейчас принимает решения по открытию заводов, которые стоят законсервированные в связи с какими-то экологическими нормами. Ну, сейчас решается вопрос с открытием предприятий, производящих аминокислоты в Китае. Вот, и уже дали разрешение на ввоз из Китая. То, что нас сейчас очень сильно волнует, потому что в современном свиноводстве аминокислоты, ферменты играют очень важную роль, и они играют и в стоимости большую роль. Сырье у нас, зерновое, все свое, включая даже сою. Мы до последнего работали на сою на своей, но у нас соя, регион наш по сою, больше агрономы скажут, он не всегда дает возможность получить хорошее урожай, потому что засушливый регион, Краснодарский край. Поэтому сою мы покупали, нам было проще купить сою, либо это был наш продукт, не совсем стабильное качество, но мы его покупали, жмухи соевые, либо продукты из Южной Америки. Это Аргентина поставляла шаратанам соевые. Сейчас, по крайней мере, сведения на вчерашний день, что они закрывают нам экспорт соевого шрота. Что касается по себестоимости, ну, все будет зависеть от стоимости зерна, какая она будет, и от стоимости добавок, потому что, по крайней мере, в нашем предприятии на разных фермах, у нас их две, два комплекса, у нас в себестоимости килограмма живого векса, стоимость кормления занимает от 75 до 80%. Это очень много. То, что касается других компонентов, это вакцины, ветеринарные препараты. Мы работаем с импортными тоже вакцинами, работаем с импортными антибиотиками. В принципе, мы на полгода обеспечены и ищем варианты. Мы рассматриваем программы вакцинирования, к примеру, там корейские есть вакцины. Про антибиотики белорусские сейчас производства, много совместные с Китаем. То есть, мы начали пользоваться, пробуем. Думаем, что в этом плане мы найдем. Оборудование все немецкое, Big Dutchman. Мы тоже опасаемся за наличие запасных частей на это оборудование. Мы тоже ищем альтернативу. Сейчас многие компании-поставщики, они смотрят на китайские разные аналоги. Особенно там, где касается компьютеров. По себестоимости, на сегодняшний день я уже сказал, что где-то в районе 120 рублей. Если она была в том году у нас в районе 90 рублей, то с сегодняшними ценами на зерно, с сегодняшними ценами на ГСМ, тот же, который немножко поднялся, она будет, на мой взгляд, в районе 120 рублей. Покупательная способность из опыта у людей после 140 рублей за килограмм живого веса, соответственно, это в полутуши где-то 220 рублей, а в магазине в рознице 350 рублей. Она снижается. То есть, мы не можем продавать по этой цене. Люди переключаются на другие виды мяса, в частности, на курицу. Но в этом году, я не знаю, по курице будет еще сложнее ситуация, потому что там тоже очень серьезная составляющая импортная. Там еще серьезнее, чем с виноводством. Ну, и я не думаю, что у людей добавится столько средств, чтобы они могли покупать на столь дорого места. Но в любом случае, мы ищем варианты удешевления. Мы сейчас оптимизируем все свои затраты. У нас один комплекс новый. Мы его запустили в том году. У нас в том году, в начале года, начало выдавать нам первый показатель. Он еще не вышел на полную мощность. В этом году мы надеемся его вывести на полную мощность. Комплекс, который был запущен, первый комплекс АПК «Комольный хлеб» был запущен в 2006 году. Соответственно, мы его поставили на ремонт, потому что срок службы обычного комплекса – это 15 лет. Но частично делаем ремонт, частично уменьшили поголовье, но к концу года мы его нарастим. Это поголовье. И выйдем на мощности больше, наверное, на 30%, чем он производил. У нас есть свое мясоперерабатывающее в производствах, в которых мы активно реконструируем, достраиваем помещение, чтобы продавать не в живке, считайте, сырье, а в переработке, хотя бы первичное. У нас есть колбасное производство. Мы тоже занимаемся колбасным производством для того, чтобы углубить переработку. Ну, по реализации, по стоимости я пока не могу сказать этот год. Вы сказали, что попытались оптимизировать затраты. За счет чего? Как мы уже выяснили, а не на кислоты, если не добавлять, то все будет плохо, на них экономить нельзя. На чем можно сэкономить вообще? Ну, все инвестпроекты мы сократили, которые мы хотели. Сейчас тщательно подошли к системам кормления. Если раньше, мы даже, может быть, где-то меньше на это обращали внимания. Сейчас мы особенно по рациону, по переводам из группы в группы. То есть корма есть дорогие в составе свинины, и есть более дешевые. Но вот мы пытаемся оптимизировать в плане того, что очень четко следим за переводами. Мы купили весовые хозяйства, в наших хозяйствах есть, чтобы с каждого вида корма, соответственно, физическому росту переводить вовремя и не удорожать этим продукциям. Хотя раньше мы этим занимались, но сейчас мы на это обращаем очень сильно внимание. По вакцинам я уже сказал. По вакцинам, которые дорожают, мы сейчас ищем альтернативу. Ну, в частности, корейские рассматриваем вакцины. Поставку их будем пробовать. И вакцина эта серьезная. Это нельзя просто перейти из одной вакцины на другую. Тем более схема у нас разработана. Но мы пробовать будем. Что еще? А в структуре себестоимости кормов доля своих и покупных компонентов? 90% это не так. 60% это наши зерновые. 30% это мы покупаем местных производителей. Это переработка. Это шрата, это жмыхи. И 10% это мы покупаем премиксы. И 10% в них, даже в самих премиксах, есть наполнители российского производства. Ну и процентов, наверное, 80% там импортные наполнители. Это аминокислоты, ферменты, витамины. Ну, микро-макроэлементы здесь у нас производятся. Вот примерно вот такое. В цене премиксы сильно выросли. А физически они доступны? Их можно купить? Проблема в том, что даже то, что они выросли. У нас вот сегодняшний разговор, мой утрешний, с поставщиками на премиксах. И хорошо, что мы работали с ними больше 10 лет. У нас 3 поставщика на сегодняшний день. И это хорошо тоже, потому что мы сейчас можем, ну, как-то варьировать между поставщиками у кого что есть. И разные программы нами были попробованы. Мы знаем наши рационы. Да, физические доступности тоже проблема. У нас логистика, как они говорят, у нас сейчас проблемы с переездом, с переходом границ, особенно в Польше. Транспорт у них стоит, корабли в морях где-то плавают. Ну, то есть проблемы и в этом есть. Цена выросла, я вам скажу, если с 1 января брать, уже на сегодняшний день на 90%. Сначала был подъем 30, сейчас некоторые 50, 90, 40, ну, вот все вместе это 90%. Я говорю, себестоимость 90 рублей, вот если с 1 апреля будут взять рыночные цены на зерно, пшеницу там, на все, и на добавки, то себестоимость будет в районе 120 рублей. Это довольно высокая себестоимость. Никогда у нас такой не было себестоимости. Ну, мы очень, еще большое внимание, обращаем внимание на мясопереработку. Все-таки это уже переработка, это дополнительная прибыль цены на зерно. Те, кто работает на живом весе, продает только живых свиней, конечно, у них будет еще больше проблем. И мы надеемся, что мы, может быть, не получим планируемую нашу прибыль, да, но мы надеемся, что мы, по крайней мере, в убыток не будем работать. Надеемся. Не знаю. Сейчас наши все партнеры письма присылают, что переходят на расчеты с Китаем, пробуют переходить на расчеты в юанях, и посмотрим, как это будет все отразиться у нас на стоимости наших добавок. Если говорить о господдержке, то что в предпосрочной перспективе, по-моему, что это случится? Ну, здесь вот ситуация тоже. Конечно, для растеневодов сейчас было бы лучше, чтобы на зерно была другая цена. Для нас это, наверное, хуже, потому что мы от зерна зависим очень сильно. Что могло бы помочь? Во-первых, я бы, наше правительство, все-таки, сняло бы ограничения, а не экологические в основном, на заводы, которые построены уже в Саратовской области, которые построены в Ростовской области, это заводы по производству лизина. Это в свиноводстве, это основная аминокислота. То есть, и там они стоят, заводы, они построены. Я бы на это обратил внимание. Понятно, быстро витамины, ферменты, эти заводы не построишь, это технологии. Но, может быть, стоило бы снизить, и сейчас идет об этом речь, снизить какие-то пошлины возные из восточных стран, из того же Китая, на витамины. Да, да, вот на эти вещи бы, это было бы тоже бы, конечно, нам бы в помощь. Ну, и по вакцинам, по антибиотикам плотнее заниматься здесь. Тоже туда нужно вливание, потому что наши вакцины, ну, к сожалению, и мы работали с ними, Владимирские вакцины, Покровские, они не дают того эффекта, который дает вакцины, например, тот же Берлингер, это немецкие вакцины. Удивительно, что из перечисленных вами мер, первые две не требуют вообще затрат от государства. И вы не сказали про субсидию на корма. Не знаю, могу ли я так говорить, но давление государства, вот именно, как Николай, правильно сказал, настройка вот эта, которая не дает работать предприятиям. Мы сами думали построить резиновый завод, не так давно рассматривали этот вариант, да, на базе семенауческого завода и нашего нового комбикормового, так скажем, не знаю, как это будет в этом году, но мы планируем строить нового комбикормового завода, которое тоже нам даст, я думаю, дополнительные возможности по снижению себестоимости. А цена реализации, добавлю, я бы не хотел, чтобы свинья стоила, свинина стоила дорого. Хотелось бы, чтобы россияне могли, они любят ее есть, и мы увеличили объем, вы знаете, в России мы на 98% закрываем потребности России. Кто-то говорит на 100%, но я знаю, что на 98% мы точно закрываем потребности России по производству мяса свинины. И россияне, мы русские, любим есть свинину, тем более в Краснодарском крае. У нас отдыхающих очень много приезжает, у нас сезон, у нас это май и конец сентября, очень много людей здесь приезжает. Но не хотелось бы, чтобы это было недоступно, знаете, как сегодня говядина стоит 400 рублей в живом весе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!